Всем привет, ребятушки, я Дворач, я Дворач, приветствую на канале Гонплей. Продолжаем прохождение игры Моралис. Хотел сказать нет. Marvel's Spider-Man 2. И мы что сегодня с вами? Вот такой вот у нас сегодня костюмчики будут. Красивые. Тогда, наверное, полетим. Ау, блин, хотел я основную миссию выполнить. Тут что-то началось. Так, место для фотографии нашли. Хранитель времени, шевелись какой-то. Кто там тут? Ага. Ай, это я только, я так мог. Кто не видел грузовик с горючим? Ну, я бы помог, но мне нужно спешить в другое место. Это что произошло? А я гадал, что же тут строят? Обалдеть, это произошел скачок на основную миссию. Как-то неожиданно. Вот и Питер Паркер пришел на работу. Упс, выключаем микрофончик, чтобы нас не слышали японские друзья. Это дерево Эмили. Как здорово. В памяти моей Паркер. Ты пришел? Ты же вроде сказал, это стартап. Да, я думал, все будет не совсем так. Но папа узнал и, ну, обо всем договорился. Питер Паркер. Ага. Мистер Веномы. Ну, что скажешь? Повыше классом, чем тот сарай Фотто, правда? И теперь, при твоем участии, работа по-настоящему закипит. Че он тут строит-то? Блин, а он с этим... Не заодно ли случайно с Крэвеном? Пап, Пит пока еще не дал согласия. Что? Правда? Ну, я хотел ему все показать. Пусть он сам решает. Ладно. Знаете, я так рад снова видеть вас вместе. Да. Ну, все. Спасибо. Веселитесь. Дядя Осборн. Доставай Бейджи. Пойдем смотреть. Бейджи у меня тут. Так, сначала я хочу показать тебе подвал. Гарри, это место... Скажи. Отец, конечно, немного перестарался, на мой взгляд. А как ты... Он все это устроил, пока я проходил лечение. Но когда меня отпустили, я тут кое-что изменил. Например? Перевел свою зарплату на исследование, собрал инклюзивный совет директоров и убедился, что все наши исследования соответствуют цели. Исцелить мир. Доктор Янг, главный энтомолог, уже ждет нас. Знаешь, что такое энтомология? Да. Доктор Янг проводит офигенные исследования по пчелам. Точнее, по охотникам на пчел. Ух ты. Да, это Клетрин. А кто звонит? О, конечно, соединяйте. Доктор Миллиган? Я на работе. Давай, за мной. Все в порядке с анализами, Тедди? Лишай. Но это же ничего. Мы просто дадим нашему малышу таблеточку. Лишай. И тут понятно. Поболтаем с энтомологом? Ну, наверное. И, наверное, Эпитер. Приятно познакомиться. Этот проект тебе понравится. Рад знакомству, доктор Янг. Гарри сказал, вы работаете с пчелами. Да, и ситуация весьма тревожная. Держи своего рациона, ты обязан растениям, опыляемым пчелами. Но мировая популяция стремительно сокращается. В основном по вине одного хищника. Пчелиных волков. Но мы создали инновационные подспорья пчелам. Взглянешь? Угу. Джойстик. Плейстейшн. Ого! Как круто! Эти дрончики-защитники, которых мы учим искать и убивать пчелиных волков. Или боссы-пчелоеды. И ты помогаешь нам с машинным обучением. Видишь голограммы пчелиных волков? Чем лучше ты в них стреляешь, тем быстрее наши дроны учатся опознавать тюрьмы. Задача дронов отпугивать пчелиных волков, но не вредить им. Босс, супер! Чё, драм? Круто я, да? А, ещё тут есть. Ага. О да! Нужно защитить Улей. Класс! Есть! Где-то ещё один. Фу, блин, а я супер. Всё, Питер, мы закончили. Очень продуктивный сеанс. Ценные данные. Ладно, лечу на базу. Вот это чё такое было? Если бы эти пчелиные волки были настоящими, вы бы спасли от смерти где-то две с половиной тысячи пчёл. Ого. Я буду рад помочь в меру сил. Можно попробовать ускорить нейронную сеть. О, я только за. А. Если Питер решит к нам примкнуть, вы ещё пообщаетесь. Спасибо, доктор Янг. Ну да. А то мистер Геннам тут. Мне ещё столько надо показать тебе, Пит. Идём. Тебе, может, мне кое-что сделать? Эй, Моралес. Есть минутка. Теперь отправляемся в зону медицинских исследований. Сейчас мы работаем над протонным лучом. В отличие от рентгена, он точнее и менее радиоактивен. Это же всё, что мы обсуждали. Всё, о чём мы мечтали, чтобы сделать мир лучше. Ну, в этом и смысл. Это чё такое? Какого фига? Это чё такое? Не понимаю. Ну, ладно. Гарри, подойди на секунду. О, Коннорс. Может быть, чуть попозже? Это быстро. Спасибо. Док, это мой друг Питер. Питер, доктор Коннорс. Мы уже встречались. Я работал с доктором Октавиусом. Вы приходили к нам обсудить электротактильные стимулы? О, да. Мне жаль доктора Октавиуса. Столько усилий на смарку. Есть какие-то проблемы? Тошнота, речь, боль, опасность. Проверяй этого. Нет, я в полном порядке. Это и тревожит. Рад был повидаться. Это и тревожит. Твой доктор сам ящер. Папа верит в искупление. Слушай, мне надо позвонить, а ты осмотрись пока. А потом приходи ко мне наверх. Давай. Я уж тут погляжу, погляжу. С ума сойти. Похоже, присутствие доктора Коннорса тут всем на руку. Надо бы осмотреться. Тебе найдется работа, если попросишь? Мне нравится, что тут можно работать над любым проектом. Да? Пивко пьете, что ли? Совсем офигели. Сколько тут всего? С чего же начать? А, вот он как раз тот момент. Про этот. Что это? Что-то для лучевой терапии? Да-да-да. Интересно, это использовали в лечении Гарри? Типа того. Только черного цвета. Посмотрим, что тут такое. Вдруг я смогу помочь? Да, это надолго. Сейчас у меня нет на это времени, но я бы с радостью вернулся попозже. Здесь столько всего классного. Думаешь, разбираешься? Похоже, после потери руки, Коннор сработал весьма плодотворно. Интересно, он жалеет о том, что попробовал сыворотку? Наверное, страшно, когда в тебе живет спящая ДНК ящерицы. Угу. Тут тоже можно смотреть, мать. Это оригинальный прототип из лаборатории Отто. Но он же является улитой. Как он тут оказался? Хм. Не знаю, братан. Но он тут оказался. Неплохо. Похоже, сделана на основе работы Отто, но без проблем с подключением. Интересно, доктор Коннор с ее пробовал? Хотя, после истории с ящером, он, наверное, не испытывает ничего на себе. Хм. Ну, возможно. Да. Эй, как будешь готов, встретимся наверху. Я уже иду. Скоро буду. Какой скоро буду? Мы еще ничего не осмотрели. Когда я запускал последнее обновление, думал, мы в графике. А. А теперь? Я немного ошибся. Тут столько интересного. Расскажите на месяц. Но нехорошо, что Гарри меня ждет. Мы делаем важное дело. Прогресс требует времени. Вероника, пройдите на форт охраны. А-а-а. Происхождение жизни на Земле остается загадкой. Как из неживой материи могли возникнуть органические формики? Возможно ответить на этот вопрос. Нам поможет базовые органические соединения, недавно обнаруженные на метеоритах. А! Веном! Веном. На метеоритах. Стероиды, метеороиды, метеоры и метеориты. Кто дал ему учебную степь? Да. Не все довольны тут работой. Понятно. Так. Тут какая-то, смотрите, рыбка. Привет. Классная рыба. Это не просто рыба, это подопад. Хочешь покорить? Да. Японские карпы отличаются вариативностью окраски и идеально подходят для исследования высокой отражаемости. Слои внутриклеточных безводных кристаллов гуанина. Разделенные цитоплазмы. Это позволит нам создать экологические кровельные материалы. Офигеть! Все-таки Питер Паркер-то башковитый парень оказался. Мои бы здесь понравилось. Извиняюсь. Опа, блин! Ты че, чел? Толкаешься, идешь. Так, ну тут подъема нет. Он типа показывал, что в другую сторону надо идти. Ну тут пипи кака. Быстрый, кстати, репература... А, нет, вот идет. Быстро. Извиняюсь. Извиняюсь. Как представлю, каково это. Ходить сюда на работу каждый день. Я бы смог начать выплаты по закладной. Но не помешает ли мне это быть пауком? Надо все обдумать, прежде чем подписываться. Это да, согласен. Эй, зачем вам эти велосипеды? Наш проект супер батареи с зарядкой от велосипеда. От них? Можно прокатиться? Когда будет действующий образец, нам понадобятся испытатели. Ладно. Тогда в другой раз. Угу. А тут че? Приветствуем манкомологию. А, это эти пчелы. Пчелиный рот это сложная система группового перемещения и принятия решений. Ага. Новые колонии образуются в результате ежегодного раения, то есть инстинктивного разделения пчелиной семьи начальству. Фонд Эмили Мэль обнаружил изменения в спектре вибраций сот, предшествующие этому процессу. Это исследование поможет пчеловодам поддерживать здоровое раение, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь улья. Угу. Дроны? Да-да, это небольшой совместный проект лаборатории энергетики и сельского хозяйства. Сверхлегкие дроны с новыми батареями для мониторинга посевов. Очень круто. Они собирают данные о посевах? Будут, когда мы закончим работу. Это же круто. Спасибо. Что-то как-то все мутно выглядит, если честно. Тут явно что-то кто-то что-то прикрывает, да? Ребят. Мужики! К вам хочу попасть. Так. Это что такое? Так, а здесь мы зашли. Так вот мы шли, шли, шли. Во. Педалика тут тоже можно посмотреть. Потребность в органах для пересадки превышает количество потенциальных доноров. Инновационная технология создания искусственных... Точно, это сердце. Печень. А-а-а. Понял. Вот что-то такое. А я так гадал. Ну ладно, вот теперь мы все обошли, наверное. Ну я так думаю. Опа. Самому идти еще надо. Я думал уже автоматом все пойдет. Среди строков числа участников, сегодняшний урок инженции пройдет вести полгода. Программа защиты свидетелей. Оказывается, он работал на Маджу, когда ему было 20. А сейчас они его нашли. Это что, шутка? Я бы вечно тут торчал. Но Гарри ждет меня на втором этаже. Деньги терминала с неисправной памяти. Если честно, тут мы и без меня вся работа. Опа. Кто вот тогда? Так, и что, блин? А тут почему ничего нельзя посмотреть? И, кстати, быстро не идет. Вот проблема-то. Нажимаю на все кнопки, а он нифига. Ну ладно уж, пошли, так идем тогда. Так, эти там что-то тоже изучают. Тут что-то интересное, они, кстати, болтают на самом деле. Так, а нам куда идти-то надо? Надо выше, наверное, да? Так, а тут что? Нет, но путевку я все равно купила. Хочу сбежать из города на пляж. Тебе песочного человека не хватило. О, что там такое? У меня Джосик завибрировал. Отторжение Питера есть в стекле, да. Я потерялся. Так, мне типа туда. Как же тут здорово. Но надо найти Гарри. Я вот тут и был. Ну, типа ниже. А, вон он где, елки-палки. Я выше поднялся. Все понятно. Гарри, братан, прости, пожалуйста. Иду к тебе. Я уже был там. Все отлично. Теперь перенесись по волнам памяти в прошлое. Еще до старших классов. В среднюю школу. Ладно. Итак, ты помнишь? Погоди. А ты популярен. Прости, это мой ученик. Так о чем ты? Помнишь, как в школе мы изучали Грегора Менделя и опыты с горохом? Ну да. Про генетику и гибридизацию растений? Именно. Доктор Фостер получил кучу наград за исследование в области генетики растений. Ого. Кстати, когда ты там гулял, ты не покормил рыбок? Покормил. Было здорово. Интересный проект. Да еще и уровень кортизола снижает. Скажи, если честно, это мое любимое место во всем здании. Отчисление, а это есть извлекаемого корня? Да, я понимаю, о чем. Если так посмотреть, этот алгоритм похож на деление в столбик. Ясно. Ага. Доктор Фостер. Спасибо, доктор Фостер. А, Питер, я так полагаю. Гарри часто о тебе упоминает. Рад познакомиться. Доктор Фостер повышает эффективность посевов. Население растет, а климат меняется непредсказуемо. Поэтому надо оптимизировать механизмы приспособления. Генетическая рекомбинация позволяет подготовить посевы к новым испытаниям. Будь то погодные катаклизмы или нашествия паразитов. Зглянешь на опытный образец? Конечно. Хорошо. Так, а как... Так, понял. Надо так как-то разместить. Любопытно. Ха. Не получилось. Ладно, кажется я понял. Отлично. Пора переходить к реальным образцам. Вот это растение мы адаптируем к засушливым условиям. Корпорации патентуют модифицированные семена. И это порочная практика. У нас исходники открыты. Наша цель развития, а не обогащения. Хитро. Так. О. О. Ну-ка, что вышло? О. О. На шаг ближе к победе над голодом. Замечательно. Я помню, что ты не в штате, но не мог бы ты найти еще один ген. Мне любопытно, как ты с ним разберешься. Эта культура специально адаптирована к городским условиям. Еще бы. Так. Давай вот так. Блин. Накосячил. Посмотрим. Накосячил, накосячил. Просто убрать нужно, да? А если вот так сделать? Так. Ну, вот так, допустим. Вот так. Нет, смотри, что опять не то. Так. Зелененький. Зелененький. А-а-а. Ну, обломы-с. Че такое не то? Че-то тут раскладка не та. Обманывают они. Так. Ну, вот так точно чики-пуки все. бабочки мне платите давайте заработку с помощью этой технологии мы 2035 году искореним мировой голод я знаю одну крышу где можно устроить полевое испытание если хотите очень даже хочу гарри был прав ты просто находка а теперь куда последний пункт наверное мой любимый внушительный но не давящий забавный но не безвкусный впечатляющий но не вычурный твой офис или наш офис гарри не забудь все что ты видел сегодня лишь крошечная часть того над чем работа но не торопись принимать решение пока не увидишь его ладно так где твой пропуск без него не войти куда же я его дел не говори что потерял не ложная тревога вот она ну проведи круто да у вас круто и местах здорово обалденно правда просто на меня столько всего свалилось пока меня лечили я думал только о том что делать дальше если вышел и я все слышал мамин голос она говорила что наша планета в беде и что я обязан спасти и мы с тобой мы вместе горы можем свернуть ну и мы оба знаем ты умнее хорошая подлезла мы тетя мои да думаю тут и думать нечего но есть нюансы можно передвинуть мой стол туда я люблю сидеть с лицом к стене а чуть не забыл все были что страны какой-то парень были гарри но только я не смогу так сразу мне нужно будет передать ученика конечно я не буду подгонять главная ведь баланс да но потом конь айланд да а то окей чё там произошло слушай забыл тебе сказать некоторые наши ученые проводят исследования в городе если будет время загляни я отправлю координаты а по пропуску ты пройдешь внутрь ну я заскочу окей понятно привет извини что сразу не ответил но я у меня новая работа реально потрясающе а где в новом фонде который учредил мой друг это это потрясающе но я потом расскажу что у тебя мы с ганки отследили транспорт тех головорезов по выхлопным газом след ведет к уильямсбургскому мосту встретимся там стой разве тебе не надо писать из сэ долг зовет твой долг позаботиться о своем будущем если что обнаружу я тебе сообщу ладно тогда удачи конечно удачи конечно удачи мимо цели я там увидел кое-что опа еще один ящик думал полиция все это уже собрала теперь у меня есть детальки так ну мы молодцы основную миссию мы выполнили так тут смотри тайник бродяги почему-то ну как то он тут фото есть а то просто я его не вижу что ли а ну да он где-то тут адской кухни нет это я в гринвичи нахожусь все понятно потихоньку потихоньку маленечко все за маленечко а вот эти как раз таки доктора да да мы все таки куда-то приближаемся куда-то какой-то цели мы это человек кипауки хе 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 так а ну нам надо чего-то подумать потому что если сейчас мы по основной к сюжетке то пойдем потом что мы будем дальше то делать привет я получила от вас кучу вопросов о новом фонде эмили мэй кто его учредил чем там занимается так вот это проект да с ними связаны не лучшие ассоциации но у гарри озборна который им руководит репутация приличная например он взял туда доктора эм янг опиолога это ученый изучающий пчел она ведущая специалистка по синдрому разрушения пчелиных семей а еще если вы на нее подписаны то знаете что она классно играет на укулеле так вот вашему фонду придется сильно потрудиться чтобы восполнить ущерб нанесенный вашим отцом но вы на правильном пути ну не забывайте платить коммуналку хотя дело ваше можете и не платить до встречи спасибо за информацию ух ты молодцы мы какие так ну что на сегодня закончим ребят на следующей серии наверное мы давайте фотографии поделаем фотографии вон целая куча раз два три шесть штук я даже аж вижу да всяких разных фотосессий вот тем более тут одна вообще рядом вот тут кстати вот эксперимент fm тоже есть но просто я их тут не вижу все спасибо вам за ваши лайки комментарии подписки кто еще не подписан мои дорогие увидимся до новых встреч до свидос кстати что здесь у нас еще есть а ну понятно вот эти вот как его дроны пчелы и эти штуки все ясно и и и и и и